Земля, 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 земля. Очень рады видеть вас, мои друзья и я. Я тебя очень видеть рада, хочу тебе похлопать. Ты меня рада видеть. Ты меня всегда рада видеть. С такого радостного приветствия начинается каждое занятие маленькой Анюты. С логопедом она учится правильно произносить звуки, выговаривать буквы, составлять предложения. Это стоит ей большого труда, ведь Аня – необычный ребенок. В год и 8 месяцев мы узнали о ее диагнозе, нейросессорная тугоухость двусторонняя. И в 2 года и 1 месяц мы сделали первую операцию на правое ушко. Далее через год мы опять сделали еще одну операцию, уже на второе ушко. И только после второй операции у нас шел процесс реабилитации, уже она начала лучше понимать, слышать. Благодаря операции в раннем возрасте и имплантам девочка стала слышать. Но чтобы правильно воспринимать и воспроизводить звуки, нужны ежедневные тренировки. Здесь очень большой плюс, конечно, и работа родителей. То есть мама записывает мне видео, высылает постоянно, и я вижу этот прогресс. Вместе с родителями Анюта усиленно готовится к учебе в первом классе. Уже знает все буквы, умеет читать. Сесть за парту мечтает больше всего в жизни. Еще в школу, когда можно заниматься. Ты хочешь в школу, да, ходить? Да. А вот ты уже буквы знаешь? Да. В первый класс иду. Я готовася к первый класс. Но чтобы чувствовать себя в школе полноценным ребенком, ей нужно как можно скорее пройти курс реабилитации в специализированном центре. Толчок для школы, потому что там есть и педагоги, и логопеды, и психолог, и психолог, и все они занимаются в один день комплексом. Да, и поэтому будет больше и лучше даже для школы толчок такой, она будет больше понимать, и ей легче будет в первом классе. Четыре курса комплексных занятий стоят 300 тысяч рублей. Для семьи Гордеевых сумма немаленькая. Но Алина не унывает. Говорит, расстраиваться просто нет времени. Аня придает ей сил, заставляет двигаться к их общей мечте. Чтобы она лучше слышала, понимала этот все мир, мне даже некогда расслабляться. Мне надо только идти, идти вперед и все делать для того, чтобы ее не дразнили, чтобы с ней общались, чтобы она могла общаться с другими детками. И в этом может помочь каждый из нас. Любая посильная сумма для прохождения реабилитации даст возможность успеть Ане подготовиться к первому классу и начать жить обычной жизнью.